Окей, значит, мы продолжаем, по-моему, у нас третье занятие по статье из книги Рава Шерке «Дуод Моэт», которая посвящена праздникам. Ну и мы в соответствии с духом времени, поскольку у нас сейчас осенние праздники Хагейти Шрей, у нас, соответственно, кончился Рошана Ёмки в преддверии, мы в преддверии Сухоти. Почему-то он мне не дает здесь это самое. Ну, ладно, не надо же потерять время. А, вот все, дал. Давай уже, не понимаешь. Не хочет. Ну, хорошо, тогда пускай курсор будет, что-то мне как-то это. Жалко время терять. Не могу я никак с ним. Все, окей. Я выключу видео тех, кто не говорит, Беседра. Что, может быть, люди не хотят? Ну, не важно, Беседра. Нет, не надо. Не надо выключать, я хочу смотреть. Нет, ну, Беседра, я имею в виду ваше видео. Ваше собственное видео. Ваше лицо, грубо говоря. Лицо закрыло. Ну, не важно, Беседра, все хорошо. Итак, значит, у нас третье занятие по статье Хагэй Тишрей. Мы дошли до параграфа, который называется «Махлокер. Раби Ивашову, Раби Лет». Я не буду повторять все, что было до этого. Основная тематика – это два основных, скажем, новых еврейских года. Один – это Ниссан, а другой – это Тишрей, а дальше строится большая концепция, какая разница между подходом, скажем так, ниссановским и подходом Тишрейским. То есть, когда год начинается в Ниссане, а когда – в Тишре. Ну, и, соответственно, приводились два мнения без развернутого комментария. Один – Раби Ивашов, второй – Раби Ивашов. Один из них за то, что за Тишре, а другой – за Ниссан. Ну, а вот сейчас будет развернутое описание, в чем заключается «Махлокер», а именно спор между ними. Ну, хорошо. О, и Тимофей, можешь начать? – Да, но я на экране вижу что-то другое. – А, да, серьезно? Секунду. Сейчас, 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 сейчас. – Английский текст на экране. – А, да, 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 я не то сделал. Сейчас, полсекунды исправим, и на то нажал, все, и все, теперь должно быть нормально. Да? – Да. – Сейчас все видно. – А, и красная штука появилась, замечательно. – Ну, хорошо, все, давай. – Махлокет Раби Йошу в Раби Элиэзер. – Да. – Спор Раби Йошу и Раби Элиэзер. – Так точно. – Гдэйдэ Варэр – это давар нахзор для Махлокет Раби Йошу в Раби Элиэзер. – Да. – Значит, чтобы прояснить стуть. – Расхождение, ну, как бы, расхождение. – Расхождение. – Споро, по-русски, это слишком сильно все-таки расхождение. – Ну, можно спорить. – Дискуссии. – Дискуссии, да. – Да, Раби Элиэзера и Раби Йошуа. – Окей. – Раби Элиэзер Омер. – Да. – Дэй Тишрей, Небра Аллам. – Окей. – Раби Элиэзер говорит, Тишрей был создан мир. – Ну да, я только делаю такую поправку и, как бы, говорю вслух поправки, если ошибаюсь. Но, как раз, идея была в том, что, несмотря на то, что… То есть, у нас, как бы, главная идея, когда праздновать новолетие, правильно? А вот то, что Раби Элиэзер говорит бы Тишей, Небра Аллам, тут, как бы, есть разделение. Потому что мир-то, может быть, действительно создан в Тишере, но, тем не менее, новолетие, может быть, не сами. Ну, хорошо, идем дальше. – Клумар. – Тева ма циют гукхи ше умот ауна раимотон. – Окей. – То есть, природа действительности… – Тева ма циют, то есть, в реальности. Я думаю, что это близко к тому, что по-русски звучит в реальности. Тева ма циют. Окей. Или в природе вещей, как угодно. Ну, вот что-то, что является естественным ходом событий, да? У? – Да, это чтобы нации мира, народы мира… – Нет, это так, как, я думаю. У ки фе. – Это так, как? – Это так, как нации мира видят его. – Да, народы мира видят его, правильно. Тева ма циют. Ту ки фишу мот аула в раимотон. Ото. Ото – это тева. Ото – это тева. Тева – это мужского рода. Природа мужского рода. Там же, если бы была ма циют, то было бы ота. – Ота. – То есть, как народы мира видят, так это естественное положение вещей. Дальше. – В рабе Йошуа ше омер ки бенисан невра олам. – Да. – Значит, и рабе Йошуа, который говорит… – Ожнака, но я думаю, здесь «в», но можно, конечно, «и», но больше похоже на «однако». Рабе Йошуа, да. – Да, который говорит, что в Несане был создан мир. – Да, противоположная точка зрения, да. – Замечательно. – Значит, он утверждает, что народ Израиля прав, и твиса выскочила. – Концепция, как угодно. Подход, концепция. – И оптимистический подход. – Да. – Ну, это как бы правильная действительность, правильное отражение действительности, я думаю, да. Ну, опять, для тех, кто слушает это в записи, и как бы для него это удивительно, пускай посмотрят наши предыдущие разборы, или текст, который уже был создан, он будет создаваться дальше, злой же получил, без наших объяснений, а чистый текст, просто перевод, и там объясняется, что есть два подхода. Осенний, осенний подход, подход кишээ, он пессимистический, и подход весенний, подход нисановский, скажем так, он оптимистический, в соответствии с ходом природы. – Окей. – Дальше. – Лефи Раби… – Раби Леезер. – Раби Леезер. – Раби Леезер. – Правильно. – Значит, в соответствии с Раби Леезером выходит, что народ Израиля, он как бы народ парадоксальный. – Ну, правильно, да. – Который надстоит, над природой. – Правильно, правильно, правильно. Митале, я думаю, да. – Возвышается. – Возвышается, да. – Да, но по-русски, я думаю, есть такой оттенок «возвышается», в том смысле, что это с каким-то знаком «плюс», да, что он как бы превосходит, вот как типа этого, да, мя-ля-тео. – Почему? – Потому что народы мира это они как бы идут с нормальным природным развитием события. – И поэтому они считают, что действительно правильно должно быть фетишей. – А народ Израиля – это некоторый парадоксальный подход, парадоксальство, потому что неестественный, неприродный подход. – Окей, это мя-ля-тео. – Совершенно правильно, да. – В элли-фи. – В элли-фи Раби Йошуа. – Ам-Исраэль немца бе-о-мек-ат-эва, вегу-зэ ше-мегале-эт-а-мец-и-ю-т-кфи-ши-ви-бе-э-мет. – Да. – И в соответствии с Раби Йошуа. – Ну да, Раби Йошуа, он что говорит, что Ам-Исраэль? – Народ Израиля находится в глубине природы. – В глубине природы, в гущей природы, как угодно. – В глубине природы, да. – И он, народ Израиля, открывает действительность. – Правильно. – Такое, какая она есть на самом деле. – Ну то есть не парадоксальную. – Ну то есть не парадоксальную. – По Раби Йошуа это получается парадоксальная. – Правильно. – А по Раби Йошуа это нормально и естественно. – Окей. – Дальше. – Плэхиура, Раби Йошуа. – Раби Йошуа. – Раби Йозер. – Магалэ Йотер. – А Ада. – Прайно. – Ли Гуим. – Правильно. – Ну Раби Йошуа это в соответствии? – Как будто, как будто… – Как будто. – Как будто Раби Йозуэр открывает больше… А, да, это, ну, что-то типа симпатии, скажем. Вот знаете, например, есть другая история, но из другой совершенно тематики. Вот есть, например, спортивные клубы, правильно? Вот, а как называются, ну, есть болельщики, по-русски называются болельщики, правильно? На английском называется фан, вот, а на английском называется оадим. Вот, то есть вы понимали, как бы, контекст. Поэтому, что-то вот типа симпатии, скажем, да. Это не любовь, это немного как пониже, но как бы положительное отношение, да, к народам мира, да. Ну, да. Потому что в соответствии с ним выходит, ну, он говорит, что народы правы, и народ, и мир был создан в Тишре. Ну, да. Так, оваль, а, талмуд, совер, а, фах. А, фах, аэфех, аэфех. Аэфех, да. Но талмуд переворачивает все ли? Не, совер это свара. Отсюда же есть савураем. Свара это предполагает, или считает, можно сказать, считает. Предполагает обратно. Аэфех это противоположное, правильно? АПХ это революция. Где, когда говорят, например, аэфех унахон. Человек что-то говорит, а его оппонент ему говорит, аэфех унахон. То есть, правильно, прямо противоположное. Аэфех это прямо, то есть, грубо говоря, перевернутая, на самом деле. Аэфех, да. Значит, в соответствии с Рабией Юшуа, у праведников народов мира есть доля в будущем мире. Ну да, доля учить в будущем мире, да. Да, и в соответствии с Рабией Юшуа нет народов доли в будущем мире. Да. Даже если они на ступени праведников нации. Это говорит, это говорит, просто я случайно сам запутывался. Это говорит Рабелезер, да. Да, Рабелезер. Да, если не еврей заинтересован в будущем мире, он обязан пройти гею. Замечательно. Аллаха бенуса азе и... Бенуса азе, да. Кираби Юшуа. Правильно. Да, Аллаха... Ну, по этому вопросу, по этой теме. По этому вопросу, по этой теме. Идет по Рабью Юшуа. Правильно, идет по Рабью Юшуа. Она в соответствии с Рабью Юшуа, да. Да, правильно, замечательно. И так? Ну, таким образом, постановляет. Постановляет, правильно. Рабам, маймонит. Да. И так большинство другие законодатели. Правильно, замечательно, да. Ну, хорошо, подкома составить несколько раньше, то давай прочитай, скажем, еще один кусок. Еще один? Ну, вот, да. Ну, давай, давай попробуем. Агиса... Агиша, Агиша. Агиша космополитит Шераби Элеза. Замечательно. Агиша, это у нас... Гиша, это опять, это подход. Смотрите, Фиса и Гиша, это очень близко. Нет, Фиса от слова схватывать, Агиша от слова подходить. Ну, по-русски подходить и подход, это одно и то же. Ну, поэтому это на самом деле близко. Агиша, это больше, все-таки, мне кажется, концепция, это все-таки ближе к концепции. Агиша, это все-таки ближе, как бы, к слову подход, и это как бы точный перевод на русский язык. То есть, дословный просто. Агиша космополит. То есть, космополитический подход Раби Элеза. Замечательно, да. Еш. Еш лавин. Мегу и сот. Магу и сот. Да, еш лавин. Магу и сот. Мах локет бейн Раби Элезар. Раби Йошуа. Замечательно. Значит, надо понять, в чем суть дискуссии Раби Элезара и Раби Йошуа. Да, вот мне кажется, вот это вот еш, это очень похоже по-английски разница между must и have to. Сколько я понимаю, have to, это как бы чуть-чуть слабее, чем must. Вы говорите, must, hayat. А вот это have to, это еш. Еш лавин, это... Мне кажется, ближе к следует, следует понять. Они должны понять. Следует понять, да, в чем заключается. В чем заключается спор, дискуссия между Раби Элезаром и Раби Йошуа. Да. Раби Элезар. Замечательно. Так, нохзав, это что? Мохзав, это означает, что он разочарован. Ахзава, это разочарование. Соответственно, нохзав, это уфали, это пассивная форма. Он разочарован. Разочарован. Например, как сказать в активной форме, когда кто-то говорит кому-то. Мироначальник говорит подчиненному, если тот не оправдал возложенные на него надежды. Он говорит, а там и отзывы уфер. Или в прошедшее время, а там и к завтра уфер. Да. А когда человек говорит про себя, то он говорит, а не мухзава и мхам. То есть я тебя разочарован, скажем так. Окей? В тебе по-русски. Да, дальше. Когда, кстати, казав, казав, это ложь. Отсюда, например, Баркохба, которого мудрецы называли Казива, по-моему. Казива был. Насчет того, что он не настоящий машин. Слово казав, это как бы есть шекер, есть казав. Я не могу понять. Мне трудно сказать, чем отличается одно от другого. Казав более литературный. Шекер – это распространенное. Когда кто-то говорит кому-то такую сильную фразу, что ты врешь, то, что по-русски говоришь, он ему, конечно, скажет, а там и шекер. Но, в любом случае, есть такое выражение, которое типа литературное, когда человек говорит, шекер вы казав. Ну, по-русски это масло масляное, что-то типа этого. Вот, шекер и казав. Но казав – это больше. Но мухзав – это хорошее. Потому что от шекера нет, невозможно сказать. А вот мухзав – да, это вот такое уникальное слово. Окей, дальше. Значит, народ Израиля вышел из Египта и открыл. Мага – это мага, но дословно это соприкосновение, касание. Мага – в смысле, что у него есть контакт, я бы сказал. Но, как бы, по-русски это контакт с чем? Мага – в высшем миром. Замечательно. В имках мадула умод аулам леоан. Ицтарфу. О, тогда вопрос. А если так, почему народы мира не присоединяются? В ицтарф – это присоединяются. Опять же, это пассивная форма, потому что они как бы присоединяются. Вся, по-русски, тоже пассивная форма. Активная форма – это пиелле цареф. Аниме цареф от хар. Или, например, есть церуф мейлим – это сочетание слов. Но вот ицтарфу – это тоже очень нормально распространенное, обычное, обыденное слово. Один другого спрашивает там, а там ицтареф, ты к нам присоединяешься? Ну, да. Почему они не присоединяются дальше? Да, вот здесь «нафуль» не очень понятно, но очень понятно, что это что-то такое, в общем, отрицательное. Да. Да, почему они остались внутри мира? Ну, «нафуль» – это слово все-таки «липоль». Как бы, ну, не знаю, что-то такое отрицательное. Опавший. Ну, да, не очень понимаю это слово, вообще говоря, и как бы смысл у виски, как бы дословно не очень понятно. Ну, типа «упавшего мира». Ну, то есть, они не, как бы, ну, нам смысл понятия, то есть, почему они не поднялись, если все видели, что у народа Израиля есть, как бы, вот это вот «диша» или «мага», да, и «маулам» и «йон», то почему же они не присоединились, а остались, как бы, внизу, грубо говоря? Ну, потому что они решили остаться вот в этом «улам» на «фуль». Окей, дальше. Ну, да. А раз так, нету, нету народов мира, будущего мира. Да, дело в будущем мире, да. Вот так, да. Так. Жилу – это тогда как, я думаю. Тогда, как Раби Иошуа говорит, что так, как народ Израиля вышел из Египта. Я не думаю, так, как он говорит, когда, что, когда, что, когда, или просто когда народ Израиля вышел из Египта. Да, он открыл внутреннюю природу мира. Ну да, то есть вот там гила была, гила «улам» ильон, а здесь гила «теба пнемишеля олам». Ну, как бы, разные вещи. Один, как бы, верхний, а другой, как бы, вот этот Мецию, да, «теба пнемишеля олам». Поэтому народ Израиля, вот это слово «макним», «макним», оно интересное. По-моему, это трудно перевести дословно по-русски, это от слова «ликнот». Например, «ликнот» – это просто покупать, правильно? Ну, это обычная форма «поэн». А если сказать в активной форме, то есть приобретать для кого-то, да, вот приобретать для кого-то, это «макне», например, «лимут Тора», «макне», «олам Аба», предположим, да, то есть учение Торы, оно предоставляет, либо дает тебе, либо приобретает для тебя будущий мир. Ну, это я так, для примера сказал, поэтому слово «макним». То есть, напрямую не перевести, но понятно, что таким образом народ Израиля, он, самое простое перевести слово «дает народу мира», но можно это какое-то более красивое выражение. Окей, я тут… «Малам Куло», окей, да. Дальше, «Мам Шиха Талмуд». Ну, хорошо, переходим на Аню. Ань? Да. Окей. Так, продолжает Талмуд. Да. Рабелезер умер. Умер, да. Батишрей не вра, а ума. Да. Батишрей нольду. А вот Батишрей мату. Мету, да. Мету, да. Так, Рабелезер говорит, что Батишрей был создан миром, в Батишрей родились, ну, прадцы, и в Тишрей скончались. Правильно. Скончались отцы. Мегем, а вот ше нольду у мету ба Тишей. Мету ба Тишей. А Авраам, а Авраам, кто же это отцы, которые родились, и скончались в Тишей. Да. Это Авраам и Яку. Да. Ба Песах, но Лат Ицхак. Ба Роша Шана. Нивкеда. Нивкеда. Нивкеда, Сара. Так, Рахель и Хана. Да. Так, значит, в Песах, во время Песах родился Ицхак, Роша Шана, ну, как я поняла, забеременела, видимо. Забеременела, видимо. Видимо, забеременела. Роша Шана. Нет, Нивкеда. Или родила, я не знаю, что там такое. И Нивкеда, я думаю, что дословно была обслужена. А кем она была обслужена? Я думаю, что идея в том, чтобы Роша Шана, ей было сообщено, что у нее будет сын. Мне так кажется. Мне кажется, там Песах был, на самом деле. Непонятно. Там Песах, но пришли Ангелы в Песах и родила. Нивкеда, а слово, в общем, в пакетах, слово чиновник. То есть она была как-то... У нас на какое-то назначение ей было назначено что-то. Нивкеда, да, но... Ну, ладно, ну, непонятно. Ладно. Не понятно. Бру Ша Шана, Ица, Иосеф, Мибэйт, Асурим. Да. Бру Ша Шана... Бальта, подожди. Бальта какая-то, обнулять. Что, 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 где это? Бру Ша Шана, вот это было. Обнулять. Подожди, где обновлять? Бетуль, бетла, 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 обнулять, все. Бетла, бетуль, обнулять. А, да. Бетла, а вот да, бэ... Мы... Не стоит такой этот ваг, я думаю, что бутла. Как бы это по себе. Ну, значит, значит, Бру Шана, Иосиф, вышел Иосиф из... Бру Шана, вышел Иосиф из, ну, из тюрьмы, из... Правильно. Быть, асурим. И Бру Шана, значит... Прекратилась. Прекратилась. Как бы отменилась или прекратилась... Рабство. Да, да, бэ... Рабство. Ну, рабство в Египте, как бы, то есть их оставили. Ну, это все Медрашим, то есть, как бы, по Медрашиму... Медрашим, естественно, это Медрашим. Некоторая подборка интересная, да? Да. А, соответственно, в Неса? Бенисана... Негалу... Бенигалу... Батишей... Атидим... Лаигаль. Лаигаль. Лаигалы. Лаигалы, да. Лаигаль. Лаигаль. Лаигалы, где у тебя, да? Лаигаль. Значит, в Неса они, как бы, были освобождены, а в Тишей были уже, были готовы, готовы освободиться. Будут освобождены. Ну, вот, во мне кажется, что... А, сидим... А, в будущем? Будут, да. Мне кажется, что это вот не в Кириллере здесь. А, в будущем освобождены. То есть, в Неса они освобождены, а в Тишей будут освобождены. Будут особо в будущем. Ну, хорошо, понятно. Это, мне кажется, что это вот такой, ну, я бы сказал, типичный подход Раушерки. Ну, других комментариев тоже То есть, что он делает? Он дает некоторую Вот такую подборку Медрашим Правильно, то есть, напрямую это не написано Это в Медрашим Вот вся эта подборка вот таких некоторых Пактов, в кавычки, да А потом он делает далеко идущий вывод То есть, я совершенно не говорю, что это неправильно Но это как бы такой подход, правильно? Вот, различие между Ниссаном и Кишрем Которое устроится, вот, по-видимому Вот на этом перечислении Ну, хорошо, смотрим дальше Значит, в этой, ну, в записи В этой регистрации В этой подборке Которая, значит, от Раби Лезера Почти все события Были, произошли В этом, пошли, все произошло Все произошло вместе Тишрей, да, кстати Я поправляюсь Очень может быть, что я неправильно сказал Потому что вот то, что написано Бакисан, не голубый Тишрей, это Дима и Гаэль Это, скорее всего, говорит Это написано в Талмуде Это говорит просто Раби Лезер Это его слова Да, кстати, это цитата Нет, это все Да-да-да-да-да Это все кусочек Это не рэп-ширки Это все цитаты Да-да-да-да-да Я неправильно сказал Он цитирует И дальше будет объяснять Окей, дальше Итак, цити-ширей Кроме Почти Мэлэват Шней Мэр Мэраот Мэраот Да И кроме двух событий Правильно Двух событий Замечательно Рождение Ицфака И выход из Египта Правильно А Мэсраэль Мегаль Бэнисан Бэло Умо Таула Да Значит, народ Израиля Как бы был освобожден В Ниссане Да Но не Но не народы Правильно В Мэкан В Мэкан Шадиврей Раби Лезер Батише Тидим Лаи Гаэль И отсюда Что Слова Раби Лезера В Тишре Будут Ну, в будущем Освобождены Будут Мосвим Мосвим Я думаю Мосвим Мосвим Аль Умо Таулам А вот эти слова В Тишре Освобождены Будут Они касаются Уже Относятся Я думаю Мосвим Ну, можно сказать Касаются Основанно Не касаются Да Можно сказать Касаются Поднимите Текст Пожалуйста Сейчас я подниму Ну, так сказать Так Раби Лезер Сувер Шад Сам потерял Секунду Геулат Так, подожди Сейчас расскажу Я потерял сам Вот-вот А, вот-вот Окей Вот эта строчка Раби Лезер Сувер Ше Геулат Митраем Да Гайта Кишалуна Тишалун Тишалун Есть не шахун А есть тишалун Он считал Надо, чтобы все остальные Должны были Должны были Должны были Должны были Должны были Должны были А почему-то все только Валахэн Латит лаво Омот аулам Игалу 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 Бэходыш Тишей А в будущем Народы мира Будут избавлены Ну только Лахэн Тут важная Это связка Поэтому Поэтому В будущем Народы мира Будут избавлены Тишей Ну да Ниссан был прокол Ниссан был прокол Остается Тишей Тишей Поскольку в Ниссане Был прокол По отношению К народам мира Следите за моей логикой Чтобы я не ошибся Да Поскольку в Ниссане Был прокол По Раби Лезеру Соответственно Прокол должен быть Исправлен в другое время В какое? Тишей По-моему так Да? Вроде так Да Вроде так Зе А Песах Желаем О да Будет их Песах Это будет их Песах То есть Их освобождение Кого? Их народам мира Так Ну теперь Арслан Давай Арслан Да Арслан Да-да Я тут И отсюда выходит Что есть у нас Три праздника Ну да Три праздника Три праздничных мероприятия Скажем так Да, окей Регелихат Шемецайен Ируа Правильно Мехавер Мехавер Из прошлого Ага Первый праздник это что находим? Нет, шимецаен, который отмечает, который отмечает, что? Ируа. Ируа это мероприятие, да, событие, которое отмечает событие, откуда? Перехода. Нет, из прошлого. Ты правильно говоришь. В принципе, это похоже на переход, это все-таки Маавар. Маавар это переход, то есть отсюда сюда. Аавар, Авара, тоже от того же корня, да, но только это прошлое. То есть первый праздник, или первый Регель, да, он отмечает событие из прошлого. Какое? Песах. Замечательно, дальше. Регель шимецаен, миура, шель агора. Не, ове, ове, так пишется ове. Ове это настоящее, да? Праздник второй, который отмечается. Который отмечает. Мы идем, как бы, понятно, прошлое, настоящее, но еще и будет и будущее. Который отмечается в настоящее. Нет, который отмечает настоящее. Важно, что каждый праздник, что он отмечает. Значит, Песах по этой концепции, он отмечает события из прошлого, да? Это первый Регель. Второй Регель отмечает события из настоящего. И это что? Это шавуот. Ну, правильно. У нас же есть шлошар и галим, правильно? Регель от слова паломничества. Какие есть шлошары галим? Перечисляем. Песах, шивот. И что остался? Суккот. Правильно, Суккот. Ну, вот тут, соответственно, вот вместе с Суккот. Последний Суккот. Весуккот, ше, мецаен, ируа, шилаатит, лаво. Это известная, как бы, тематика, аспект праздника Суккот. Да, все народы мира приходят туда-сюда. Поэтому во время войны сейчас, наверное, мало кто приедет. Хотя, вообще, может быть, кто-то и приедет. Ну, вообще, были традиционные шествия сюда. Японцы приезжали и другие замечательные народы мира шествовали по Иерусалиму. Дальше. Суккот отмечает будущее. Да. События, которые случатся в будущем. Вот так вот перевести, наверное. Иру, шилаатит, лаво. Латит, лаво, в смысле, в будущем придет. Ну, по-русски так не говорят. Которое произойдет в будущем. И в чем оно заключается? Ага, геула, ашенгумо, каула. Правильно. И это освобождение народов мира. Да, это геула народов мира. Правильно. Дальше. Давайте я передам, наверное, Тимофею. А Тимофея нет. Ну, то есть, как бы, Тимофей, слава Богу, есть. Но он предупредил, что он раньше сегодня уйдет. Поэтому мы ему дали несколько больше прочитать. Ну, как хочешь. Можешь прочитать. Еще можешь передать. Аня, как хочешь. Хорошо, давайте прочитать. Да, да. Нет проблем. Сейчас начинается разворачивание этого кубика рубика. Значит, у нас есть три регеля. Каждый регель построен на концепции, что каждый регель соотносится со своим временем. Песах – это прошедшее, Шивот – это настоящее, а Суккот – это будущее. А теперь начинается, ну, игра, в кавычках. Вот это игра. Какая игра. Если праздник Суккот будет… Должен быть. Вот это вот лемаосе – это по существу. Амурлиот – это должен быть. Значит, по существу праздник Суккот, он должен был бы быть. Ну, вот, наверное, так. Потому что это вот аяя – это всегда, как это по-русски, сослагательное. Он должен был бы быть в Песах. Да? Эла. Ну, потом приходит Эла, потому что это сослагательное. Да? Однако. Шихадавар, Лояцэ, Аль… Лояцэ, прошедшее. Лояцэ. Лояцэ, Аль… Эля Аполь. Но это не… Но это не выходит… Не случилось просто. Не случилось. То есть у нас есть коах и есть поаль. Коах – это в потенциале. Поаль – это в действительности. Выражение Лояцэ и Ля Аполь означает «не случилось в действительности». Да? То есть из потенциального, в потенциале, значит, Суккот, он должен был произойти в Песах. То есть, грубо говоря, если бы народы мира следить за моей логикой, что я не ошибся. А сколько народы мира должны были присоединиться к Израилю при выходе, правильно? И тогда бы произошло всеобщая геула. И тогда получилось бы, что у нас Суккот, в котором общая геула, да? И народы мира следовало, значит, Суккот, когда вышли евреи. Но поскольку народы мира не присоединились, то это Лояцэ и Ля Аполь. То это не произошло в действительности. Или не осуществилось. Не осуществилось даже лучше, потому что это как бы ближе по тому, как это звучит на Европе. То есть могло бы, но не произошло. Дальше. Нумар Бепеса. Песа – это когда? Песа – это когда? Песа – это когда? Правильно. 23.42. Замечательно. И это говорится в книге «Вайкра». Правильно. Лиман Ядуа. Да, Ядуа. Да, Ядуа. Лиман Ядуа Доротэй Хэм. Замечательно. И Бесу Кот. Кот, правильно. Лиман Ядуа Доротэй Хо Шавцэй. Да. Эт Бне Исраэль. Правильно. Лиман Ядуа Доротэй Хо Ци. Да. Лиман Ядуа Доротэй Хо Ци. Ну да. То есть вот эта вот фраза – это основание, почему это Митсва, Мита Ара этой истории – сидеть в сухах, сидеть в шалашах. А почему? Почему? Потому что здесь есть прямо как… Чтобы знали будущие… Лиман Яду. Для того, чтобы знали дословно. Поколение. Потому что в шалашах поселили сынов Израиля. Правильно. При выходе их из… При моем вытаскивании их. Вот это вот дословно. Лео Ци – это вытаскивать. При моем вытаскивании их. Ну, конечно, так по-русски невозможно перевести. Вытаскивать. Но при моем освобождении. При моем… Это как бы выход, но выход типа в Иль. То есть я их выходил. При моем их выхождении. Освобождение их. Откуда? Нет, только откуда? Из Египта. Из земли Египта. Ну да. То есть они сидели… Они сидели в Нейсраиле, сидели в шалашах. Да? Поэтому и следующее поколение тоже должны сидеть в шалашах. Для того, чтобы они знали, что вот… Я Всевышний вывел в Нейсраиль из Египта поселил их в шалаши. Окей, дальше. Кмохен, Номар. Да. Ваису в Нейсраил. Да. И как написано… И освободил… И так же сказано… Кмохен Нейла. И так же сказано… Ваису в Нейсраиль… Вытащил… Ну, нет. Ваису… Ваису – это просто двинулись. Ну, дословно, с 9-го рите «поехали». Ну, понятно, что не поехали, а двинулись. Вам так переводите. Двинулись в Нейсраиль из Рамсеса куда? В место, которое называлось Сукота. Сукота – это вот это вот Сукота, это вот как… Вы знаете, что для того, чтобы сказать, что человек двинулся откуда-то, вот это «куда-то», «куда-то» может быть с приставкой «Л», например, «Ани, Оле, Лерушалайм». А можно сказать в более правильной форме «Ани, Оле, Лерушалайма». И тогда вот это вот «гей» на конце, да? Вот, и это одно и то же. Я понимаю, что здесь Сукота означает, что они двинулись из Рамсеса в место, которое называлось Сукот. Смотрите, есть разные комментарии, почему называется Сукота. Одно и две – почему, потому что там сидели в шалашах. Окей, и это в Шмот, какой ютбет ламы займ? Давайте я Аню передам. Ну, только дочитай до точки, плиз. Ага, хорошо. Ага. Берамсес, Мирамсес Сукота. Из Рамсеса в Сукот. Да. И это написано в Шмот 12.37. Замечательно. Везе? Везе Хая Бьем Решон Шель Песах. И это был первый день Песаха. Ну да, опять следите за моей логикой, правильно ли я про Раму Шер? Почему он так, почему он подчеркивает, что вот отсюда видна связь между Сукотом и Песахом, правильно? Потому что вот это вот сидение в шалашах, то есть как бы основание праздника Сукот, происходило в первый день Песах. И это на ту тему, что если бы народы мира присоединились, то она бы в Песах праздновалась тоже Сукот. Правильно? Ань, будешь читать дальше? Да. Окей. Так. Ваима, коль гая, абы Мидбацэ, Мидбацэ, Мидбацэ. Замечательно. Мидбацэ. Мидбацэ, Лэфи, Атохнит, Амыкурит. Замечательно. Азэй. Азай. 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 А история Шель Митэй Сраэль. Ва история Шель Умота Улам. Аю? Митлахдут. Митлахдот, правильно. Митлахдот. Ва Сукот, Хая, Холь, Выпал бы. Халь. Халь. Выпал бы. Выпал бы на Песах. Да. Замечательно. Тогда бы история в Нейсраэле, история народов мира, как бы сошлась вместе. Правильно. И Сукот выпал бы, выпадал бы, выпал бы в Песах. Замечательно. Я только хочу сказать, Митлахдот – интересное слово. Значит, смотрите, с одной стороны, есть существительное, которое называется Малкодот. Что такое Малкодот? Это ловушка западня. С другой стороны, действительно, Митлахдот – есть партия Ликут. Правильно? Партия Ликут от слова «сплочение и единение». Вот здесь Митлахдот – это в том смысле, что они бы не в ловушку попали, а в том смысле, что они бы сплачивались. Я в каком-то смысле сейчас подумал, ловушка – это там, где сплачиваются пойманные, и это западня. Ну, так с юмором более-менее. Окей, но идея понятная. Мы следим за логикой Раушерки. Дальше. Так, значит. Ло, Зе, Ая… Только не но. Да, вот смотри. Это только по смыслу. Лу. А, Луки, а если бы. А, Лузы, а я Курэ, а если бы так случилось. Да. Хаену, Хаену Хлим, Мацот, Бетох Асука, Вэхога Гимет, Хак, Ашвот, Восимхат Тора, Бе Мемуна. Да, это некоторый такой, звучит как прикол, это Раушерки говорит. Ну, народ на этом месте должен улыбаться. То есть, если бы все так случилось, то мы бы кушали мацу в суке. Правильно. То есть, вот отмечали бы и отмечали бы праздник Шавуот и Симхат Тора, ну, как бы вместе, получается. Мемуна – это праздник. Мемуна – это праздник. Мемуна – это марокканский праздник. Который на следующий день после седьмого дня Песоха. То есть, после, когда уже все-все уже насытились Песохом и все, уже как бы конец, последний день. Но после этого есть знаменитый, в кавычках или без кавычках, праздник выходцев из морок, который называется Мемуна. Это праздник, но теоретически это связано с Маймонидом. Но практически, по-моему, нет. Не знаю, проверьте. И тогда едят всякие эти самые дикое количество этих самых марокканских сматностей. Давайте с Мемуна. Ну, поэтому с некоторым юмором сказано. Шавуот и Симхат Тора связываются с Мемуна. Я же не говорю о том, что мацот есть в суках, в Шавуашах. Ну, как бы такой вот вывод. Оп, и дальше. Так, и так дальше. Йом Акипурин. Ая. Халь. Шаббат Агадоль. В Гаену. Тук им башафар башафар башходаш не станет. Ну, продолжается даже самый пересчет. Продолжение, да. Йом Кибур выпадал бы на Шаббат Агадоль. Шаббат Агадоль – это Шаббат перед Песохом. Перед Песохом, да. И мы бы трубили в Шафар, в Грош Ходыша, не сам. Ну, да. То есть все как бы перевернуто с точки зрения нормального календаря, в принципе, да. Так. Коля Ахагим, Ахаю. Так. Сейчас скажу. Марказим. Мэру Казим. Это два в центре. Он очень часто. Спасибо. Мэру Казим. Все бы сконцентрировались. Все бы праздники сконцентрировались бы в Бэйсрим, в Эйхат Йом. То есть в 11 дни, получается. 21 день. Ну, то есть можно было бы просто сойти с ума. И так, честно говоря, к концу праздника все уже просто стоят на ушах и, в особенности родители, ждут, когда это уже закончится, потому что сил больше нет. Но у марокканцев есть еще, правда, еще один после Песах, у них еще и мимуны есть. Вот, надо представлять, что все праздники были в 21 день. Тогда это просто конец света. Это я с юмором говорю. Окей. Ну, хорошо. Правильно. Вот так вот. Значит, получается, что в реальности история в Нейсраиле, история народов мира разошлись. Разошлись, правильно. Каждый пошел своим путем. Расстались. И поэтому праздник Песаха отделяется, отделен от... Ну, не хлаг это разделился, на халэк это делить. Разделился, разделился. Как в арифметике по-русски делить, а на иврите называется халэк. Ну, я бы сказала, отделился. Ну, разделился. Разделился на два праздника. А, на два праздника. Разделился на два праздника. Халэкэхак метрахэш бэавив, в халэкашэний бэстав. Вот так замечательно. Случай происходит весной и вторая часть осенью. Да. Так. А на веим мы добрим, мы добрим работ альках шэ лэатит лаво, якину, якиру, да? Признают, да. А, якиру признают. Умот аулам бэээллокэйсраэль. Правильно. Ну, пророки много пишут, говорят о том, что в будущем народы мира признают Всевышнего Бога, Бога Израиля. Правильно. И фраза. И значит, тут идет цитата. Тут идет цитата. Ки ас эхпох эль амим сафа брура лекро кулам бэшэм ашэм лавдо шэхэм эхат. Да, шэхэм эхат. Ну, значит, вот я такая, посмотри, такой перевод, что я буду... Ну, да, тут слова поймем и поймем. Я азрафов. Я, 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 в смысле Всевышний и пророк. Я изменю, я изменю, я изменю... Ну, даже переверну, я думаю. Переверну язык народов и сказать, очищу, очищу его, а то я тебе перевод говорю, он литературный, я прочитала, очищу его, чтобы призывали они на Господу и служили ему единодушно. Это литературный перевод где-то. Да, ну вот афох, это в смысле, что я на них переверну одну, одну понятную, одну понятную, один понятный язык. То есть в смысле, что сейчас все говорят на разных языках и они призывают разных богов. А в будущем я переверну на них один язык, то есть насажу на них один язык, в чем понятный. Они все будут говорить на одном понятном языке. И что на этом, в чем это будет выражаться? Что они будут призывать ликро, кулам, бешем, бешем ашем, имя Всевышнего, для того, чтобы ему как бы служить. Чтобы служить ему шехем их одну. Не, не, это, ну одним единодушным. Причем плечем дословно. А, шехем плечем, да. Ну, это плечо, плечом к плечу. То есть все дружными рядами будут говорить на одном языке и призывать. А на каком языке они будут говорить? На что? На каком языке, интересно? Ну, на иврите, да. Ну, не сперан, а на иврите все в первую. Да, хорошо. Окей, все будут ищить иврит. То есть мы их просто опережаем. Ну, я говорю, поэтому мы и учим иврит, чтобы заранее. Ну, понятно, да. Мы их просто опережаем, а я не понимаю, что они все. И учить с нами иврит. Чтобы потом проще было. Чтобы потом понимать вообще, о чем речь идет. Окей. Так. Пророк Захария говорит, что в будущем поднимутся все народы. Народы народы в паломничество на праздник Суккот, чтобы поклонение и для жертвоприношения. Замечательно. Заменитые фразы из Захарии, да. Так. В гаяк, коль анотар, мы коль агоим, а баим, аль айрушалаем, ваалуми дэйх шана бэшана, вэйштахавот лэмэль хашэм цвавот лэ лахок, лэхок альхак, а Суккот. Замечательно. И значит сказано, что и будут все оставшиеся народы. Вот оставшиеся, интересно, там предыдущие фразы. Оставшиеся от чего? Если вы посмотрите. Матар Миколь агоим. Приходить в анотар, приходить в анотар, в анотар, из года в год, мишаат шана бэшана, вы и поклоняться царю всевышнему богу воинства и праздновать там, отмечать там праздник Суккот. Суккот, посмотрите предыдущие, вот, предыдущие этому посылку Захарии, вы увидите, почему нотарим. Нотарим от слова нотар. Нотар – это оставшиеся. Откуда остались? Потому что там описывается, что до этого будут ужасные события. Уит гок и магог, и вообще, говорят, все народы мира поднимутся, чтобы сражаться против Иерусалима. Дальше там у них будет падеж и все, и всякие пятые, десятые неприятные вещи. А вот кто останется, а вот те будут подниматься. Поэтому есть многие, которые сравнивают те события, которые сейчас происходят в Израиле, и с теми, кто на него нападает, и как к этому ведут окружающие народы, что вообще ситуация более-менее похожа на то, что описывал Захарий. Вот мы подождем. Так, в праздник Сукот стекались тысячи... Стекались тысячи народов, в смысле имеется в виду нееврейского народа. Нееврейский, понятно. Да-да, нет, здесь важно, потому что это концепция. Понятно, что евреи, само собой, приходили, а не евреи еще даже приходили. Ну, окей. Так, ты на Слан, пускай, читай. Давай, Слан. Если так, то согласно Рабе Элиезеру, в тишрей отидим. Ну, в будущем, как бы, в будущем, в тишреи в будущем освободятся. То есть будет геула для всех в тишреи. Вот это резюме, то есть он объяснил, почему Рабе Элиезеру приходит к такому выводу. Вывод мы сейчас, как бы, прочитали сами. Он, видимо, не находится на странице Талмуда. Но это дает основание Рабе Элиезеру говорить, что в будущем геула придет и в тишреи. Дальше. Ве. Ве ховену. Не-не, ве акавана. А, ве акавана лихоль умот аулам. Да, ве акавана лихоль умот аулам. И также... Каванра, это имеется в виду, как говорится, каванабетфила, то есть направление мысли, скажем. Ну, это слишком, как бы, помпезно, по-русски, это направление мысли. В случае, имеется в виду все народы мира. То есть, вот это вот Атидим на Игай, кто? Это все народы мира. Не Израиль, а все народы мира. Дальше. Ницан. Ницан, Мицан. Ледато. Это... Партикуляризм. Партикуляризм, то есть частность. Частность. Не общая, а частность. Айудии. Айудии, правильно. И в Ницан... Получается так, что это... Ницан отмечает, по его мнению, что... Что это партику... Ну, еврейский партикуляризм. То есть, партикуляризм, то есть, еврейскую частность, отдельность, выделенность. Из народов мира. Окей, Беннисан. Беннисан. Анахно. Омрим. Ну, да. Шефох. 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 Хаматик. Хаматха. Хаматха. Это фраза из Агая-празы, из Агады. Когда открывают дверь, при двери или приглашая Илья Аванави, и говорят такую вообще суровую фразу. Шефох. Хаматха, аля Гоэм. Ашер, ло. Ядуха. Ядуха, веал мамлахот, ашер. Мамлахот, ашер. Бешмах. Бешмаха. Бешмаха, ло. Локарау. Локарау, ки, ахаль, от Яков, веет. Навео. Анавео. Ашамо. Ашамо. Чир, доф. Бе, ах. Ве. Ташмидан. Смотри, я здесь, это сложная фраза, но поскольку она из Песхи, то ее как бы, ну, более-менее все знают. Шфох, хаматха, это пролей гнев свой. Элягое, на народов. Ашэм, ло, я духа. Которые тебя не признают, или не признали. Валь мамлахот, ашэр, бешм, ха, локарау. И на царство, которое именем твоим не призывали. Почему? Ке ахалит яко, веет навео и шаму. Потому что они, ну, ахаль дословно съели. Но вообще говоря, напали, уничтожили, как угодно. Да, яко. Вот, то есть напали как бы на Якова. Эвет навео. А навео, это то, что по-русски дословно Нива. Вот то, что по-русски называется Нива, это навео. Вот у нас вот район есть навео и яко. Навео, это то, что по-русски Нива. Да? И Ниву его они опустошили. Да? Тирдов, Бааб и Ташмидан. Ну, Нива, это поле скорее. А здесь, ну, это как, типа, уже место обитания. Типа оазис. Как петь в словаре. Ну, Нива хорошо подходит. Окей. Ну, я с юмором сказал, но вообще получается, что Нива отсюда Нива. Окей. Тирдов, Бааб и Ташмидан. То есть, преследуй их в гневе своем и уничтожь их. Ну, это фраза из этого самого, фраза из Пасхальной Акады. На самом деле, это цитата из Таилим, на самом деле. Ну, конечно, да. Но все ее знают, прежде всего, почему. Потому что она в Пасхальной Акаде в это время открывает дверь и говорят эту фразу. Как бы на немецких соседей, которые жили рядом. Такая идея. Окей. Ну, и это как бы логика такая, что мы видим, что Ниссан, Ниссан, он, если Тишре, это наоборот, приводились к Сухим, которые говорили о том, что соединение с народами мира, они приходят в Иерусалим, там, то есть, это пятое-десятое. Вот, а Ниссан, наоборот, народы мира изливается дальше. В то время, когда мы говорим в Иерусалим, да? В Иерусалим? В то время как в Иерусалим мы говорим… Семь. Лариса, это иметь и быках, правильно? Известно, что все время присоединяются, все в поле МОД присоединяются, количество жертв доходит до семидесяти, которые симпатизируются. Шекенегер, это которые супротипы, или которые олицетворяют там Шевимову, МОД, АУЛАМ. Семь из народов мира. Правильно. Ну, давайте читаем последний этот отрывок, потому что дальше я как бы не отсканировал, в следующем раз отсканировать дальше. А они лучше, потому что они... Можно Ане, нет проблем. Так. Рабелезер космополитик. Правильно. Так. Митбао. Нет, скажи, Митиво. Митиво. Митиво от природы. По своей природе. В природе. Так. А Рабелезер, космополит по природе своей. Правильно. Влахэн, аргу, мэхнис, махнис. Да, махнис. Это Авраам, бет Яков, шегэм, мейсудэй, АУЛАМ. Значит, он по своей природе космополит, и поэтому он как бы вводит, или приводит Авраама и Якова, поскольку они из основателей, из основателей мира. По-моему, это логика, были перечислены события с праотцами, которые в Тишре и в Нисане. Про Тишре это Авраам и Яков. Обязательно, почему Авраам и Яков, потому что они мисудэй, АУЛАМ. Дальше. Так. Гам, кэн, лэходэш, тишрей. Ну да. И они это, поэтому это здесь. Я думаю, что вот это Махнис, что он Махнис, их в кодэш тишрей. И вот он, а, в кодэш тишрей, он их, значит, да, 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 да. В кодэш тишрей. Да. АВАЛАДАЭН, НОТАР, ЭХАТ, МИНА АВОТ, Ицхак. Однако остается у нас один из отцов, Ицхак, Шелонитан, Лавизизу, Легазизо. Легазизоанный Песох, который не сдвигается. Который не сдвигаем, или которого невозможно сдвинуть. Который нельзя сдвинуть от Песоха, передвинуть от Песоха. Правильно. Ицхак, Шеях, Шаях, Шаях, он относится, Ицхак относится к месяцу Несан. Правильно. Мишум Шегу, Мегавэ, 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 ЭТ, АНИКУДА, АНИВДЕЛЯТ, АНИВДЕЛЯТ, МЕУМОТЯ ОЛА. Значит, поскольку он, Мегавэ, как бы находится в точке, в отдельной точке или какой-то обособленной точке. Сейчас, сейчас, сейчас. Не ВДЕЛЯТ, это, в смысле, что она выделенная, что она отделенная, точка отделенная. Отделенная от народов мира. Находится в особо отделенной точке, ну, от народов мира. ИЦХАК ОГУ, АМИДАТ, 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 АМИДАТ АДИН, ну, АКИДА, как бы я думал. Он, значит, символизирует в этой самой, в каббалистической... он... Сферот, он Меру Суда символизирует, как это, Меру ХЭСЭТ, АВРАМАТА ХЭСЭТ, ИЦХАК, это, значит, ВОРОГУРОВН. ИЦХАК ОГЭСЭКИДОЙ связан. Да. ВОРОГУ, МЕУЛАМ, ЛОЙЦЕ, АМИДАТ, ИЦХАРАМАТ, И он никогда не покидал землю Израиля. Ну, да, это тоже, значит, партикуляризм. Частность... Обособленный, он такой весь обособленный, да. Да. СКАКНУЛАТ МИСАРА, ВСАРА, НИХКИДАТ, РОЧСЬ... Перескочила, секундочку, ИМЗОТ. Так. Так, ИМЗОТ, И при этом, И при этом, ИСХАК НУЛАТ МИСАРА, ВСАРА НИХКИДА, БРОШШАНА. АСАРА, ИСХАК родился от Сары, АСАРА, НИХКИДА, была назначена или безназначена. Надо просмотреть, да. По-моему, это связано с тем, что ей было объявлено. Но надо проверить. Объявлено? Ну, я объявлено-то ей было в ПЭСах, когда там они ангелы приехали. Ну, не знаю, почему НИХКИДА. Ну, сейчас делается такая некоторая логическая мостинка. На мой взгляд, не 100%, но тем не менее. Таким образом, корень как бы вот этого отъединения или отъединения израильского уединения или отъединения... Ну, я думаю, наоборот. ИТИХАДУТ в смысле израильского объединения, скажем так. Ну, вот объединение вопрос к чему? Ну, внутри израильского и с народами мира. Хорошо, ШИХОТНОСТВЕНКИДА ИТИХАДУТ АИСРАИТ ШАЯХОТ АРИХ КОСМОПОЛИТ. Относится к дате... Ну, да. ИТИХАДУТ ИТИХАДУТ Она, тем не менее, является датой космополитической. То есть у них получается такой вот мемшак. То есть они друг к другу соединяются. Почему все? На том основании, что с одной стороны ИТИХАДУТ это партикуляризм, правильно? А с другой стороны то, что САРА была как бы... Ну, вот это непонятно. Надо посмотреть. Не в кида, которое было сказано, сообщено. Вот надо посмотреть, почему про Росшана. Росшана, то вот они как бы соединяются. ИТИХАД соединяется СТИШЕВЕМ через САРА. Правильно? Окей? Так, значит, значит, так. Это вот точка была. Он был назначен. Ну, да. Как бы его дата, он был, дата его назначения или что-то такое назначен. Относится к... Я думаю, все равно объявлен. Надо посмотреть. Следующая фраза, которая... Считается, считается, что ИТИХАД был принесен в жертву в Росшишана. А в это же время скончалась САРА. Потому что она то узнала, что Адам Рам пошел сыну в жертву приносить. Скончалась, как я понимаю, в этот же день. Ну, подожди. Прочитай следующую фразу. Там не так. Это не за... Не за... Тупила я, короче. Ладно, давай посмотрим. БРОШШАНА НИВКЕДА САРА КДЕЙШЕ ИВАЛЕТ Волод. ИВАЛЕТ. ИВАЛЕТ. ИСХАК БЭПЕСАХ. Значит, БРОШШАНА НИВКЕДА так-то уполномочен назначен. И в Кедане вообще ближе всего забеременела, на самом деле. Мой бы забеременела. Подожди-ка. Поскольку, чтобы ИСХАК родился в ПЭСах. Правильно. То есть САРА должна была САРА должна была быть забеременела. ДИСХАК Да, БРОШШАНА чтобы родился в ПЭСах. Так. ЗЕУМАР 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 УМАР РАЙОН Наших ШША ПДАШИМ. Да, я тоже посчитал и я не вышел. Я промолчал. Беременность продолжалась шесть месяцев. Да. Вот НИВКЕРА это сто процентов забеременела. Что-то не получается у нас. Да, но тогда получается у нее беременность была шесть месяцев. О! О! ЛАЙ ШЕВА ИМХАЙТА ЗУ ШАНА МЕУБЕРЕТ Ну да. Или семь, если это был високосный год. Правильно. Так. ВЗ БЕХЛИТ 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 СБИР СБИР САВИР САВИР КИВАН ШЕГАМ САРА ГАЙТА МЕУБЕРЕТ Это Это, конечно, ну как бы БЕХЛИТ конечно разумно предположить что это САВИР что это имеет как бы основание почему? Основание поскольку Сара была Сара тоже была МЕУБЕРЕТ она была беременна и год был беремен замечательный. Сара была 7 месяцев но поскольку Сара и все что происходило по отношению к Ицхаку все ее рождение у 90-летней это было чудесным образом ну так и было 7 месяцев и проблема по-моему нет проблем ну смотрите как бы на мой взгляд очень интересно хотя с точки зрения умозаключений как бы логики но каждый оценит насколько для него это как бы подходит с точки зрения концепции это интересно хотя вот продолжение продолжение хорошо интересно ну да с Божьей помощью будем делать продолжение окей хорошо значит у нас следующее занятие должно было быть в Суккот но в Суккот соответственно не получится да в Йом Хамише это Суккот в Йом Ли это Эра в Суккот ну с Божьей помощью в Йом Ришон я в Йом Ришон посмотрим у нас скорее всего продолжение то что мы занимаемся статьей Рава Кука про хилонизм но можно после этого вполне мы обсудим в Телеграме у меня есть некоторое предложение что может быть имеет смысл ну в общем какое-то время на всяком случае кончить Хагетти Шрей по книге Рава Шерки а не возвращаться обратно к Ханан Парату дальше посмотрим я предложу может быть какое-то время идти просто по этой книге на мой взгляд и вид здесь как бы такой четкий понятный мы его понимаем и ну может быть это интересно а сколько там еще какой объем книжка большая книжка она по всем праздникам нам не обязательно как бы все но мы можем идти и соответственно до следующего праздника более-менее к нему подготовиться ну давайте это обсудим в Телеграме но во всяком случае мне кажется это правильное направление окей хорошо на этом кончаем спасибо большое да счастлива Лена всем хак да даже могу что-то прочитать уже хорошо да мы приближаемся к празднику который называется Зман Симхадену время нашей радости нашему большому даже не сожалению а бедствию теперь все время Симхад Тура и конец праздника Сухо всегда будет связан с национальным бедствием вообще есть предложение закона о том чтобы 7 октября его еврейский тарик еврейскую дату то есть Симхад Тура чтобы это был я думаю наверное национальный траур но вообще то что попадает на Симхад Тура конечно ну как же праздник чудовищный 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 вот так и происходит ну будем надеяться в роту вот всем счастливо пока хак санэ спасибо